Музыка Уважаемые читатели моих книг, слушатели моих коротеньких роликов и любители сайта Брайан Микроскоп Собственно говоря, наш лабораторный сайт начинает новую серию записей которые, я надеюсь, будут вам интересны Ну, во-первых, я должен сказать о том, что у нас недавно прошел президиум Академии наук в котором был сделан доклад Академика Хохлова Это было 10 апреля И, собственно говоря, целью этого доклада пересмотр способов оценки фундаментальных исследований Дело в том, что сейчас это представляет собой катастрофу Потому что, ну, во-первых, у нас наукометрия Если касаться конкретно нашей лаборатории, которую многие из вас помогают и поддерживают то у нас, по сравнению с тем госзаданием, которое принималось несколько лет назад объем отчетности увеличился в 4,5 раза То есть, если раньше там надо было по госзаданию публиковать две статьи, то теперь надо девять Обращаю ваше внимание, что финансирование до сих пор такое же, как и до этого То есть, полностью отсутствует То есть, выполнять научные работы, покупать реактивы, оборудование и все остальное мы должны, видимо, из той зарплаты, которую нам прибавили в прошлом году Так чему же был посвящен президиум? Ну, естественно, что там речь шла о разных очень полезных вещах Например, там, изменить наукометрию То есть, ввести какие-то новые критерии То есть, ну, это принцип 11-ти у Леонидовича Брежнева Углубить, уширить, усилить, увеличить На самом деле, предложение о создании рабочей группы между Российской Академией Наук Минфином и Министерством образования, собственно говоря Посвящено тому, чтобы сделать, как бы, науку все-таки Хоть в какой-то степени более разумно финансируемую А что на самом деле? Чем дело кончается? Кончается, я думаю, что кончится все это с Авдепией Почему? Потому что никаких признаков того, что наукометрия Связанная, обращаю ваше внимание, с публикациями статей в западных журналах То есть, критерием нашей интеллектуального развития нашей страны Будут западные журналы, в которых высокий квартал Будет определять нашу отчетность по госбюджетному финансированию Придумать это что-то более нелепое почти невозможно Представьте себе, если бы наши журналы, наши ученые Которые лицензируют американские статьи На них бы ориентировался американский Минфин и фонды Чтобы финансировать американскую науку Но если такое рассказать в Америке, народ умрет с осмеху А у нас это всерьез рассматривают на самом высоком уровне Но самое главное, чем сердце успокоится, чем дело кончится Дело кончится тем, что, во-первых, в ближайшее время будет еще один президент Посвященный тому же вопросу, где лежать денег, по сути дела И способу отчетности за них А во-вторых, все выступавшие на этом замечательном мероприятии Призывали вернуться к экспертизе То есть когда наукометрия как бы отходит в сторону То есть ее не будет То есть или она будет играть значение, но не такое большое, как раньше А вместо нее будут работать комиссии То есть специальные, как в советские времена Нам объявляли заранее, что придет комиссия Мы одевали все чистые халаты У кого были белые колпаки И с цветными жидкостями держали в колбу руках Сделав умное лицо, сдвинув брови Значит, а комиссионеры ходят по институту И с каждым разговаривают А чем вы занимаетесь, какие у вас публикации Покажите, все как бы хорошо И это действительно здорово Но это только в том случае Если работники президиума, которые уже не будут учитывать публикации К тебе хорошо относятся А если нет А если ты не знаком, как известный герой фильма «Волга-Волга» Лично с товарищем Шульбертом Что с тобой сделают? Да все, что хотят Потому что никаких объективных критериев Для оценки твоей работы Кроме глубокой убежденности Членов комиссии нет и не будет То есть, собственно говоря, к такой экспертизе и призывали На этом заседании То есть, степень субъективности научных исследований Станет еще больше Потому что у нас будет выбор такой Или знакомиться с проверяющими Очень близко, с интересом Я уж не знаю, как там это надо делать Это нам объяснят, я надеюсь Или другой вариант Увеличивать до невероятия связи с Западом И отправлять все свои публикации В цивилизованные страны Которые являются критерием нашей научной ценности Теперь перейдем к более приятным моментам Потому что, все-таки, несмотря ни на что Мы продолжаем наше исследование И, несмотря на печальные перспективы Мы хотим порадовать вас Новыми достижениями в области фундаментальной науки А именно, мы хотим продолжить работу По созданию атласа мозга И атласов развития мозга человека Те самые, которые мы планировали сделать Сфинансированием через российский научный фонд Нам, как вы знаете, было отказано Поскольку, ну, кому нужны мозги? Это ясно, что почти никому И денег мы очередной раз На очередную заявку не получили О чем и говорил в предыдущем ролике Однако, есть добрые люди Которые сделали нам сайт Евгений Дмитрий Из фирмы Dreaming.org Они сделали сайт И сейчас будут готовить нам Как раз огромную программу С тестированием со всеми делами Которая будет посвящена тому Что мы будем складывать Изображения гистологических срезов Срезов на этот сайт И таким образом Все-таки создадим По сути дела Атлас мозга Или для начала Хотя бы коллекцию препаратов Которые, как вы понимаете Бесследно исчезают Бьются, воцветают И так далее Большая их благодарность То есть, еще раз напомню Это Dreaming.org И два человека Евгений и Дмитрий Которые будут делать И сейчас, благодаря вашим пожертвованиям Мы в состоянии оплатить их работу Потому что, понятно, что Даже предлагая очень скромные условия Они для нас часто кажутся почти неуполнимыми Но благодаря вашим заботам Мы можем это профинансировать Особый разговор Относительно недавнего Неожиданного человека Которого нам купили холодильники За что им большой и низкий поклон И сейчас готовят еще компьютеры Для обновления Нашей компьютерной базы лаборатории Ну вот, сейчас вы можете увидеть Как раз, что это прекрасные холодильники Лепхер, то есть, лучше ничего не придумаешь Которые мы уже получили в лаборатории Но они пока стоят запакованные Поскольку нужно сделать кое-какие перемещения Имущества внутри лаборатории Чтобы им пользоваться Вот эти святые люди По-другому я сказать не могу Которые стараются За формальные деньги Делать огромную работу В том числе и создают нам сайты Заботятся, покупают нам Всякое кажущее бытовое Но недоступное нам по разным причинам Оборудование Они делают очень большое дело Как ни печально Но замечательное заседание Президиума Академии наук Которое проходит уже не первый раз Почему-то сказывается На нашей деятельности намного меньше Чем деятельность Евгения, Дмитрия Или Алексея Которые делают непосредственно Простое дело Без которого мы просто не можем работать Теперь о перспективах Дело в том, что Возникла хорошая здравая идея О том, чтобы Вот эти книжки Которые у меня выходят Они такие Хотя и написаны для Людей Имеющих среднее образование Они нуждаются в некоторых пояснениях У многих есть вопросы И мы по этой причине решили Вот здесь у меня два издания Нищеты мозга Решили начать с нищеты мозга С первой главы Которая Как известно Называется достаточно просто Парадоксы мозга Где я говорю О фундаментальных основах Устройства центральной нервной системы Начать собирать ваши вопросы И отвечать Вот я в таком формате Как сейчас Под чаек Спокойненько Буду рассказывать И пояснять Те вопросы Которые вас больше всего Волнуют в этих книгах Или из-за моих интеллектуальных Недостатков Я не смог ясно изложить Так чтобы вам было понятно Ну бывает Я все-таки Долго занимаюсь мозгом И знаете Как-то привык к этому делу До такой степени Что я не замечаю Каких-то вещей Которые нужно Вам пояснить Я готов это сделать В прямом эфире Вот в виде такого ролика И привести Так сказать Соответствующие Свои проблемы К некому результату Поэтому в следующий раз Мы ждем ваших вопросов По которым По которым Я буду отвечать В таких коротких роликах До свидания